всем привет конечно же не для кого я не открою секрет и это никакая не тайна что ваш любимый аккумулятор можно доливать только воду только дистиллированную воду и никогда нельзя доливать электролит про это много сказано снято разными блогерами и куча видео на youtube и поэтому поводу есть да и просто так на всяких сайтах это тоже есть почему нельзя этого делать почему нельзя доливать электролит потому что будет высокая плотность электролита и аккумулятор быстренько засульфатируется ну конечно же я никого не буду переубеждать все очень правильно если вы закомплексованный человек то для вас это правильно и нормально но если вы подписчик этого канала моего и значит немного думаете головой и что-то немножко даже уже знаете то для вас это видео я и снял так вот кислоту то есть электролит в аккумулятор добавлять можно а иногда и просто необходимо но делать это нужно с умом и конечно же понимать зачем вы это все делаете часто бывают случаи когда новый аккумулятор целое лето крутил как ни в чем не бывало а только пришли холода при похолодании сдох и больше не крутит и двигатель ваш не проворачивается или проворачивается очень и очень плохо и за мотор не заводится а ему еще нету и года этому аккумулятор он абсолютно новый почему так вы его летом купили а зимой он уже не крутит а все потому что вы не подписаны на этот канал где вам скажут правду они будут повторять как для лоха последнего очередную мантру про то что нельзя доливать электролит в аккумуляторной батареи только деталированный воду ну аккумулятор воздох потому что в нем нет плотности электролита которая была бы достаточно для работы его при низких температурах а теперь давайте это рассмотрим на примере например живете вы в пыльном скучном и задушливом дубай где климат жаркий и неприветливый пляже забиты всякими проходимцами и ваш аккумулятор залит электролит соответствующей плотностью который подходит к этой местности жаркой местность и тут вдруг внезапно зовут вас гости приехать в жизнерадостный мурманск где красивая природа пыли нету только снежок радует глаз и чудные чудные безлюдные пляжи на берегу ласкового баронцева моря и волны так знаете плещутся об скалы и вот вы приняли приглашение и выехали и авто у вас ну скажем не меньше чем бугатти не ниже и аккумулятор у вас новый и прекрасно все работает но доехав до минска вы почувствуете что как-то уже не так и хорошо ваш аккумулятор начал крутить стартер вашего чудо автомобиля бугатти но вы же знаете что нельзя заливать в аккумулятор электролит поэтому дальше вы к соответственно поедете на электричке бросите свой бугатти который не заводится и на электропоезде дальше в мурманск или на поезде но если вы человек разумный подписан на этот канал то вы купите электролит в магазине поднимите плотность до 127-129 и снова все наладится опять аккумулятор крутит стартер и машина мчится вперед в мурманск туда на север в заполярье но в районе приветливого заполярного круга где много красивых оленей снова история повторится опять вы дольете кислоты поднимите плотность до 131 и опять все наладится опять ваш стартер будет крутить двигатель почему вы будете это делать потому что падает температура наружного воздуха вы это на север едете электролит густеет становится менее подвижным и аккумулятор при этом теряет емкость а значит меньше отдает ток стартер и это для вас будет вынужденная мера или так долить электролит в аккумулятор поднять его плотность или идти в мурманск пешком но благополучно вы добравлись мурманск пробили в мурманске все что можно накупались в море с белыми медведями и едете теперь вы обратно и чем ближе вы будете приезжать дубаям к своему дому чем климат будет становиться жарче температура выше и тем все лучше и лучше будет крутить ваш аккумулятор с плотностью электролита 131 ваш стартер а при приезде в самой дубаев домой вы приедете туда почти в африку аккумулятор будет стартер крутить так резво что все в округе будут завидовать как у вас хорошо крутит этот стартер и какой-то бедуин конечно же за большие деньги за очень дорого купит ваш аккумулятор для своего какого-то модного верблюда но счастье будет недолгим и через месяц бедуин вас заражит потому что аккумулятор пришел в полную негодность то есть за сульфатировался наглухо почему так произошло потому что чем выше плотность электролита и выше температура его тем быстрее он сульфатируется но может он засульфатируется и не за месяц как я сказал и вы и немножко проживете но тем не менее бедуин вас когда-то обязательно заражит и тут значит палка о двух концах или аккумулятор прекрасно крутит но мало живет либо долго живет но плохо крутит и именно поэтому для каждого климатического условия подобрана своя оптимальная плотность электролита чтобы аккумулятор и крутим хорошо стартер и жил подольше это был пример который показывает что вам придется поднимать плотность электролита то есть доливать электролит в аккумулятор потому что меняется климатические условия эксплуатации так в древних справочниках можно найти требование понижать плотность электролита летом до 127 для средней климатической зоны и повышать его зимой до 129 и если производитель налил ваш аккумулятор электролит плотностью 127 то зимой ваш аккумулятор вдохнет и вы ему ничего не сделаете пока не поднимите плотность электролита вот вам и ответ можно ли лить кислоту аккумулятор не можно а нужно ее туда лить если этого требует условия эксплуатации еще один аргумент почему нельзя доливать электролит в аккумуляторной батареи некоторые деятели преподносят как то что якобы при разряде у вас кислота в виде сульфата села на пластин и это правда вы дольете электролит до нужной плотности поставить аккумулятор батареи на заряд сульфат растворится и плотность вырастет выше нормы мол нельзя доливать поэтому электролит аккумулятор но я надеюсь что вы не конченый идиот и вы не будете этого делать потому что грамотный человек никогда не будет доливать не электролит не дистиллированную воду в разряженную аккумуляторной батареи умный человек будет проводить корректировку плотности на полностью заряженном аккумуляторе да еще когда аккумулятор кипит в конце заряда чтобы электролит перемешивался потому что он умный и подписан на этот канал и знает что такое стратификация электролита закономерный вопрос возникает если в процессе эксплуатации аккумуляторной батареи мало-помалу она сульфатируется и это собственно неизбежно то сульфат переходит в нерастворимую форму и плотность падает что делать в этом случае да так оно и есть и поэтому при очередном заряде аккумулятор батарей раз в месяц или раз в три месяца когда у вас дойдут до него руки чем чаще тем лучше соответственно после полного заряда всегда в конце проводите корректировку электролита и как правило это лучше делать перед холодами то есть когда осень глубокой и доливать корректирующий электролит чтобы компенсировать потерю кислоты которая перешла в нерастворимый сульфат весной снова полностью зарядить аккумуляторную батарею и снова провести коррекцию но тут уже понадобится доливать дистиллированную воду чтобы понизить плотность электролита на летний период хотя сейчас этого конечно уже наверное никто не делает но осенью компенсацию проводить нужно иначе аккумулятор крутить возможно не будет при этом плотность выше нормы плотность электролита выше нормы у вас не поднимется потому что сульфат уже перешел в нерастворимые формы нерастворимое состояние и чтобы его растворить нужно провести десульфатации если проще то перед зимой варианта у вас будет два либо полная десульфатации либо полная десульфатация и возвращение полной остаточной емкости аккумуляторной батареи либо корректировка электролита без возвращения к полной остаточной емкости это если аккумуляторной батареи еще не засульфатировано и в проведении трудоемкой операции по десульфатации нет острой необходимости тогда можно обойтись просто корректировка электролита то есть долить просто корректирующие электролит поднять плотность и зиму на этом поездить а когда уже острая необходимость десульфатации появится аккумулятор уже сильно потеряет емкость и туда придется проводить процесс десульфатации если кто случайно попал на этот канал и хочет написать что аккумуляторной батареи нельзя десульфатировать ни в коем случае пусть смотрит видео по десульфатации над такими утверждениями на этом канале просто ржут до упаду и считает такие высказывания здесь просто неприличными и признаком глубокой дремучести человек абсолютно человеком темным и затурканным не будь дремучим подписывайся на этот канал и помни что доливать электролит в аккумуляторную батарею можно и нужно если в этом есть необходимость